Приветствую вас в очередном уроке видеокурса анимация с нуля в adobe h-animate и в этом уроке мы продолжаем с вами работу с анимацией персонажей переходим в программу adobe h-animate создаем новый проект и перебрасываем нашего персонажа первое сразу что я вам хочу сказать то это вы должны сначала выстроить все части тела так как нужно а все это дело потом заключить в символ и уже находясь в самом символе мы будем анимировать части тела кликаем в пустом месте чтобы снять выделение да и давайте расставим наши объекты вот у нас поросенок его прозрачная область да идет вот до границ этой симой синей рамки и я не могу пошевелить голову вот вторую да из-за того что этот слой находится выше вот он у нас да мы можем просто здесь поставить замочек и тогда наша голова будет двигаться и так соответственно наша голова вторая закрытым ртом она должна быть за поросенком на она будет быстро включаться и выключаться вместе с этим основным поросенком чтобы был подвижный рот значит выстраиваем голову выстраиваем глаза теперь берем брови этот слой у нас находится за поэтому мы делаем его выше поросенка чтобы точнее подвинуть стрелками на клавиатуре я двигаю таким то образом вроде бы все нормально и осталось руку а вот у руку нам нужно поместить за тело поросенка чтобы не было видно нас он там вот эту разрезанную область да здесь нужно будет поиграться что более менее подстроить нормально руку вроде более менее нормально давайте посмотрим на исходник теперь выделяем все наши части тела там где если вы вставили замочек разблокируйте чтобы выделил все и уже как обычно конверту символ еще такое бывает когда конвертируем символ то некоторые детали все равно у нас съезжают вот здесь вот видно задняя сторона головы у нее граница более жирная стала это потому что у нас голова голова немножко съехала поэтому выделяем ее она у нас третья и немножко смещаем тут уже лишнего да и все равно границы где-то остается либо слева либо справа и давайте приступим к анимации давайте анимируем сначала руку изначально если она будет двигаться у вас так то есть начальное положение вот такое да здесь надо немножко увеличить находим нашу руку она на старая смотрите что мы делаем мы берем с вами в первую очередь transform и у нас середине появляется такая вот значок центр да то есть если мы сейчас начнем крутить за маркера нашу руку она будет крутиться вокруг этой точки нам нужно а у нас . это плечо по сути да поэтому точку здесь нужно где-то вот здесь расположить и перед анимации попробовать подвигать посмотреть как двигается рука видите сильно не наклонить потому что у нас там обрезан вот я уже как вам говорил что это достаточно геморрой на вырезать пнг-шное изображение лучше найти сведжи или psd да персонаж например с раздельными слоями да поэтому здесь либо чуть-чуть мы двигаем руку у нас есть такой выбор то есть вот он чуть-чуть машет чтобы не было видно вот здесь вот этого вот разрыва либо топим руку глубже чуть-чуть например если вы хотите чтобы движение было больше да посмотрим если рука не слишком короткая получилось то есть вот тут решать уже вот вам то есть если вам нормально я думаю что в принципе для мультяшки это ничего что у него рука такая поэтому руку оставляем теперь у нас что-то с глазами здесь они у нас немножко уехали так так ну и что мы делаем немножко отступаем потому что у нас поросенок например если вы будете делать чтобы он появлялся как в примере да то пускай он появится а сразу глаза у него он появляется с открытыми глазами поэтому например отступили немножко от нуля отступили немножко от нуля на шкале времени наш ползунок выделяем глаза и на первом этапе будет офф соответственно это то конечно можно вообще в ноль кадров убрать да все давайте сначала руку рука у нас 5 до берем значит то есть вот например он нас вот здесь вот появится и на этой секунде он немножко на например покачнет рукой да как бы поприветствует помашет кепкой нам но здесь уже думаю пройдя предыдущие мои уроки у вас уже не составит труда до придать ему анимацию можно сделать чтобы он несколько раз быстро покачал рукой теперь в обратную сторону можно чтобы он по разному махал немножко в этот раз меньше сдвинули и тут важно вернуть ее в первоначальное положение как она была у нас самом начале чтобы не было скачков вот по сути вот он машет рукой чуть-чуть помахал все это дело конечно вы можете ускорить вот так выделив анимацию если он медленно маши до еще еще быстрее это вроде слишком быстро да в общем здесь надо смотреть как больше нравится и чтобы еще было более естественно то есть вот он появился например немножко помахал нам кепкой потом моргнул глазами потом пробормотал потом например подергал бровями да то есть здесь уже на ваше усмотрение что будет первым давайте теперь вот он махает глазами и в этот момент он уже наверное моргнет у нас глаза у нас четверка мы выключали и тут у нас глаза включаются но тут он их закрывает да то есть и сразу же один кадр отступаем и of он точнее то есть идет моргание так здесь у нас так здесь у нас а вот здесь он вот идет моргание сразу говорю не делайте одинаково если он несколько раз у вас моргнет два раза например одинаково близко а следующий раз он моргнет немножко увеличивайте расстояние от от этих вот ключевых кадров чтобы он по разному моргал это придаст более естественное то есть он тут моргнул немножко закрытыми постоял а тут он глаза опять открыл например так можно еще давайте сделаем глаза закрыл чуть подольше постоял открыл а потом начнет у нас бормотать нормально например со следующего кадра так вот я немножко тут ошибся насчет головы голова у нас 3 голова должна быть поверх тела появляться вот важный момент голова должна быть сверху но она у нас в самом начале будет отключена голова настройка и как мы хотели например здесь мы ее включаем и здесь надо сделать очень быстро включение в включение много много раз чтобы было видно что он что-то быстро бормочет вот таким вот образом и и теперь чтобы вам долго это не делать зажатым шифтом все ключевые кадры я вот так выделяю потом копирую пузынов ставлю еще раз на один кадр дальше и вставляю и получится что он там что-то бормочет очень быстро проболтал что-то и сразу после этого он нам как бы начинает дергать бровями да здесь аналогичная ситуация только брови наши будут вниз вверх двигаться это у нас двойка также можно сделать по ключевому кадру так и теперь включаем наш авто кейфрейм мод вот ставим здесь точечку и двигаем чуть-чуть мышкой вправо чтобы вот было 6 пикселей да двигаем ползунок на 1 и обратно здесь ставим 0 то есть вот это вот именно по оси Y да вот этот нижний и получится вот он уже дергает бровкой можно сразу же это дело так же копировать и вставлять чуть дальше так вот плотненько наверное достаточно давайте посмотрим с самого начала так вроде бы очень быстро дергать бровями наверно можно расстояние даже увеличить чуть-чуть побольше здесь опять же надо смотреть как лучше смотрится давайте так попробуем вот уже лучше да даже наверное я их чуть-чуть подвину так отмена так вот уже лучше дальше он опять наверное моргнет глаза у нас по моему да четверка здесь он их мы включаем их чуть подальше так и все в принципе можно потом сделать просто зацикливание анимации чтобы это повторялось бесконечно если это нужно да то есть здесь вы уже смотрите либо вы еще можете добавлять здесь также поочередно там он рукой махнул в этот раз он там что-нибудь там почесался или еще что-нибудь да а я делал так то есть я выбрал чтобы он произвел вот какое-то действие то есть это помахал поморгал поболтал бровями подергал и немножко моргнул вот и прямо отсюда вы уже умеете делать зацикленную анимацию да убираем наш триггер playback play два раза по символу и все по сути он начнет играть с нуля но если вы тут отступили то вот это вот время он будет стоять недвижимо да если надо чтобы он играл вот отсюда сразу же да то вы тоже знаете как это делать ставим сюда ползунок на начало нашей вообще анимации начинается у нас рука да и ставим лейбл например один и не забываем в триггере указать через кавычки один то есть играй с первого лейбла и так по кругу он будет все время играть давайте counter enter посмотрим как у нас выглядит это дело все в браузере и вот в принципе у нас все нормально но если мы так часто повторяем вы должны иметь в виду если вы что-то двигаете обязательно старайтесь чтобы анимация вернулась точнее положение руки там глаз или бровей обязательно вернулась в изначальная позицию иначе будут скачки вот как например сейчас с бровями смотрите вот он их подергал и они немножко наверху висят и как бы падают в этом случае здесь как бы не особо критично но вот когда я делал кролика очень грубо было с ушами уши в какой-то момент просто падали потому что я их после анимации не возвращал в исходное положение нужно за этим следить и с бровями здесь можно сделать так добавить еще один ключевой кадр здесь его просто не хватает то есть вот он их поднял вверх вверх вниз вверх вниз и потом их опустил давайте попробуем это исправить так где у нас брови так это рот и вот у нас брови брови это двойка так вот он и поднял опустил опустил поднял и соответственно еще один здесь кадр он мы просто просто здесь не хватает кадра у нас и вот чтобы в исходное положение вы знали как вернуть да у нас по у от нуля всего лишь до 6 пикселей он поднимается да соответственно если изначально 6 пикселей потом 0 потом 6 да здесь уже несложно выставить в исходное положение просто двигаем ползунок и ставим ему 6 ну соответственно можно еще добавить бровей то есть еще раз он их поднял опустил потому что не знаю два раза мало вот у нас два если это достаточно то оставляйте ну я добавлю еще наверное так же можно просто два кадра выделить да чтобы не мучиться и вставить вот таким образом так я добавил еще ключевых кадров получилось мне раз два три четыре пять шесть семь кадров и сейчас уже поинтереснее побольше немножко бровями он дергает и сейчас уже прям вот как надо да все с поросенка мы закончили давайте теперь посмотрим бакс бани выходим из символа вот либо поросенка нашего в сторону да кстати теперь вы понимаете да что его можно теперь еще отсюда анимировать сам символ ну чтобы он появился да я думаю это понятно просто вставим в нулевой кадр например он появится и откуда-нибудь изнутри трансформ ноль включаем анимацию да здесь уже вам знакомо и сто процентов выставляем обратно и получается вот такая вещь оп то есть думаю здесь уже все понятно да так отключаем анимацию давайте уберем его на сторону пока и перебросим заготовленного нашего части тела кролика да в папке с уроком находим папку бани выделяем наши здесь все части тела здесь вот эти вот четыре это глаза тут я вырезал по-разному то есть если у вас одновременно он будет глазами моргать то хватит вам вот файла номер четыре это части тела закрытых глаз да а если он будет например сначала один глаз приподнимать там то можете вот отдельные глаза вырезал взять эти файлы да здесь без разницы я возьму здесь оба глаза он у нас побольше здесь чем поросенок поэтому пока все выделено зажатым шифтом нам нужно убавить за последний ползуночек так это мы слишком убавили давайте так можно сделать сцену побольше у нас а то он тут не влазит никуда в принципе это достаточно и давайте сначала все так же мы выстроим ему здесь также с рукой нужно определиться как лучше смотрится она у него все у сыпал получились по моему большие нюб я их не ужал они выше головы вот тут такая ситуация что когда был пнг кролик с ним было посложнее мне пришлось аккуратненько вообще удалить усы на фотошопе да и нарисовать их отдельно в принципе усы нормально потому что я хотел чтобы он у меня усами тоже шевелил и с глазами видите какая ситуация они у него всегда будут такие прикрыты сейчас до них дойдем здесь тоже вот с ушами нужно их выстроить так и здесь хвост вообще обрезаны у нас едва шевелиться хвост надо поместить ниже тела в самый низ выставить примерно вот так и глаза 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 выше всего тоже давайте здесь прибавим что у нас глазами вот так она не закрыты он их немножко будет то есть выключать и включать мы будем да и он все равно будет то есть вот он до такого уровня у нас только будет моргать потому что он уже изначально был с прикрытыми глазами я не стал тут ничего менять я решил оставить вот так в принципе мы все выстроили давайте теперь заключим его в символ уделяем все его объекты кроме нашего символа с поросенком да каждый наш объект будет в отдельном символе заходим в символ ну и давайте быстренько его анимируем ну и давайте начнем анимировать также в начале например кадра у нас глаза то есть он появляется с открытыми глазами да поэтому в самом начале выделяем глаза и выключаем их чтобы он сразу в начале смотрел да двигаем наш ползунок теперь давайте выделяем руку берем трансформ не забываем двигать определять в какой час какой части будет происходить сгиб да грубо говоря например здесь вот включаем анимацию и давайте подвинем немножко руку вниз за это у нас отвечает ротейт то есть поворот вращения вот я подвинул смотрите от нуля у нас вот здесь вот находится ротейт был один градус это у нас минус 16 да то есть чтобы потом нам руку вернуть в исходное положение здесь просто выставляем единицу так вот он у нас например подвинул так дальше он у нас ее может например выше поднять опять же будьте аккуратны здесь чтобы не вылезло у вас тут ничего например чуть-чуть еще и второй раз например он помедленнее руку поднимает а здесь он у нас вернет ее в исходное положение это единица да чтобы не было скачков у нас ну здесь видите опять же надо смотреть то есть как лучше будет чтобы он шевели рукой здесь уже на ваше усмотрение я главное вам показал как это реализовать технически теперь давайте немножко задвигаем хвост найдем наш хвост это самая нижняя восьмерка такая же ситуация здесь нам нужно центр сместить где-то здесь покрутить сначала без анимации тут он буквально чуть-чуть дергает хвостом потому что у нас там видите обрезано вот либо чуть-чуть смещаете его чтобы он буквально чуть-чуть дергал хвостом и смотрите чтобы это смотрелось нормально лучше ему конечно находиться там где он был вот сейчас он нормально здесь смотрится поэтому мы увеличиваем и чуть-чуть двигаем чтобы не было видно там было обрезанных кусков то есть вот он рукой двигает и прямо где-нибудь здесь он очень быстренько подвигает хвостиком это тоже у нас ротейт также единичка чтобы потом в исходное положение его вернуть поэтому анимация здесь будет быстрая чуть-чуть двигаем и двигаем наш хвост аккуратненько сначала туда теперь немножко в обратную сторону так чтобы не было видно пробелов вот он немножко двигает хвостом в принципе этого и достаточно да или можете прямо скопировать анимацию и ставить ее дальше ну давайте посмотрим ну так вот немножко подергивает он хвостиком давайте дальше усы так вот он двигает рукой где-то здесь так же можно чтобы например начал шевелить усами двигать ушами и моргать глазами находим усы в моем случае это семерка и так же здесь нужно центр сместить на нос соответственно что ну более-менее да понятно откуда он будет двигаться так же берем анимацию двигаем наш ползунок на сколько-нибудь здесь ротейт ноль чтобы потом вернуть в исходное положение да пускай немножко зашевели так усиками вот видите как бывает я сейчас за зайца потянул да делаем отмену для этого блокируем кролика чтобы он нам не мешал у нас усы семерка так и давайте здесь наверное вернем в исходное положение это ротейт ноль и что у нас получилось вот так он немножко прикольно подергивает усами и где-то в это самое время он наверное должен уже моргнуть глазом глаза у нас 42 они у нас выключены поэтому мы их просто здесь включаем он их закрывает и так же где-нибудь их он включает здесь где-нибудь он еще моргнет давайте посмотрим то есть опять же здесь смотрим как лучше смотрится да так мы практически все пошевелили двигается рука хвост усы глаза да остались уши кстати смотрите что у нас рукой происходит видите она двигается как бы не там где надо усы вроде нормально хвост нормально шевелится что у нас рукой в чем дело я разобрался что у нас было с рукой смотрите сейчас все нормально у вас такое может столкнуться здесь важный момент если вы как бы еще мало знакомы с программой я часто вы видите обновляю вот здесь страничку браузере чтобы смотреть изменения а у нас был глюк из-за того что нужно периодически делать контр-энтер то есть если вы что-то глобально изменили то лучше нажмите контр-энтер чтобы как бы информация обновилась у нас остались уши здесь аналогичная ситуация где-нибудь где хотите пускай кролик начнет двигать ушами можно сделать чтобы каждое ухо двигалось отдельно просто выделяем одно ухо также определяем ему центр где-то на голове наверное где-то здесь сразу давайте анимацию ему ротейт изначально был ноль также здесь аккуратно с ушами и например чуть позже он будет двигать вторым ухом да и кстати вот еще момент когда вы центр двигаете в этот момент отключаете анимацию иначе вы анимируете центр а надо чтобы изначально анимация начиналась именно когда у нас все выстроено так двигаем второе ухо так назад действие делаем мы с вами не подвигали здесь ползунок чтобы задать анимацию так вот видите уши как-то на страны уехали вот а если я обновлю еще раз то с ушами все в порядке да единственно здесь только вот я лишнего нагнул здесь либо ухо надо глубже посадить либо центр его больше сместить куда-нибудь вот сюда думаю здесь уже вам все понятно сложности у вас не должно возникнуть также уши здесь в первоначальное положение вы сможете вернуть можете просто оба уха выделить включить анимацию и у него здесь ротейт ноль вот они у нас в первоначальное положение должны вернуться вот таким вот образом в общем здесь все зависит от вашего творчества как вы хотите что хотите здесь уже повторяться не буду что можно зациклить кролика и так далее да единственно что скажу вы можете зайти в папку с уроком взять любого персонажа которого я уже нарезал и анимировать его и чтобы набить руку да и в итоге что получилось например вот так уже да вот желаю вам здесь успехов и увидимся в следующем уроке и 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 Продолжение следует...